Деликатесные грибы за 15 минут. Вкуснятина необыкновенная. Отлично подойдут на праздничный стол. Всем привет, друзья! С вами Алик Лейман на канале Найдите Свои Рецепты. В данном видео я вам очень быстро покажу, как эффективно почистить шампиньончики. Очень вкусные. И как сделать праздничную закуску из этих чудесных грибов. Первое, что нам надо сделать, это хорошенько просмотреть каждый гриб, удалить грязь. Если нужно, если есть необходимость, срезать грязную ножку. Лучше, кстати, это делать острым ножом. Всегда работать с грибами, чтобы не мять гриб. Далее, после того, как очистили, обязательно промываем под проточной водой. Только делаем это очень быстро, потому что грибы хорошо и активно впитывают в воду. Нам не надо, чтобы лишняя влага была в грибах, потому что и так у них достаточно влаги. То есть проделали этот процесс. Далее будем нарезать очень простым способом. Для того, чтобы красиво нарезать гриб, нам необходимо удалить ножку. Аккуратненько. И затем нарезаем вот такие части. Эти части можно еще вот так на раз. Очень нравится аромат, когда их режешь. Замечательный такой аромат. Грибочки переносим в емкость какую-нибудь удобную. Затем обязательно спрыскиваем их соком лимона. Понадобится буквально ложечки-две. Это нам необходимо, чтобы грибы не потеряли цвет при жарке, чтобы они оставались красивыми. Далее добавляем половины чайной ложечки сахара, соли. Исток уже приправы для моркови по-корейски отлично подходит в этот рецепт. Очень хорошо заходит. Размешиваем сейчас все это хорошенечко. И даем постоять. Ах да, чуть не забыл. Обязательно черный перец. По вкусу. Включаем плитку, чтобы она накалилась на самый большой огонь. Грибочки в сторону, пока грибы впитывают аромат приправ. Мы тем временем нарежем лук и чеснок. Пополам лук и тоненькими полукольцами. Зубчик чеснока такого тоже будет достаточно. Его нарезаем мелко. Именно нарезаем, а не пускаем под пресс. С луком разобрались. Сковородка накалилась. И насыпаем грибы на сковородку. Без масла, обратите внимание. Никакого масла нам здесь не нужно. В грибах очень много влаги. Нам надо, чтобы лишняя влага вся выпарилась, вышла. То есть она будет выходить, пронизывать грибы, которые сами на все у нас, вы помните, что в приправах разных. И они очень хорошо пропитаются этими приправами в процессе. Прошло минут 5. Очень важный момент, друзья, пожалуйста, поставьте лайки. Прямо сейчас я напоминаю, чтобы вы не забыли, это очень важно. Напишите какие-то комментарии, приходите к нам на стримы. Мы сейчас решаем, когда они у нас будут в субботу или в воскресенье. Напишите ваше мнение и найти наши рецепты очень просто. Многие спрашивают, как. В любом поисковике пишите, найди свой рецепт, добавляйте тот рецепт, который хотели бы видеть. Он сразу же выпадет. У нас уже их почти 900. То есть прошло 5 минут. Обратите внимание, что грибы не поменяли цвет, то есть это за счет лимона, очень важный момент. И они практически перестали выделять сок. Нам это было и нужно. Сейчас добавляем, самое время добавить лучок с чесноком. Немножечко, буквально 2-3 столовые ложки оливкового масла. Перемешиваем. Все это дело. Блин, аромат просто великолепный стоит на кухне. И туда в зал везде идет. Котяра аж сейчас прибежал. Накрываем сейчас крышечкой, даем потомиться этому всему делу на выключенном огне минуток 5-7. Для пикантности добавляем чайную ложечку уксуса столового 9% и сейчас самое время нарезать зелень. Она может быть разная, петрушка, зеленый лук или укроп у нас в данном случае. Как вы заметили, это будет укроп. Нарезаем так просто меленько. Крошим. Прошло 5 минут и у нас наши деликатесные грибы практически готовы. Мы добавляем туда зелень. У нас укроп, я говорил, размешиваем хорошенечко. И все готово. Сейчас последний штрих. Украсим нашу посуду листьями салата. Вот вы заметили, что тарелка стоит. И прямо туда вот так вот грибочки аккуратненько выкладываем. Блин, чудесный просто запах. Я офигею от грибов, от чемпиньонов. Какой идет запах. Ароматище просто офигенное. Сейчас мы будем это все демонстрировать. Пробуем. Я обожаю, очень люблю маринованные грибы. Вот эти в банках, знаете. Здесь не мариновать, ничего не надо. Вы видели. Процесс очень быстро. Емкий такой, не занимает много времени. А результат очень эффектный. То есть на противне стол замечательно. Очень вкусненько. Лимончик, кислинка. Перемешан с вот этими приправами по корейски. Которая отлично сюда заходит. Лучок маринованный. Прям очень похоже именно на маринованные грибы, грибочки. Которые я обожаю. Друзья, это очень просто и быстро. Это тоже вдохновляет. Что не надо там слишком долго париться, заморачиваться. Еще этот сок весь расходится во рту. Классно. С вами был Олег Лимон. На канале Найди свой рецепт. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайки. Ссылка, кстати, находится внизу в описании. Не забывайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok